Татьяна Сныткова, как никто знает, в чем секрет вкусного творога. Своему любимому делу женщина посвятила 25 лет. Бабушкина крынка стала для нее вторым домом. Здесь, в 12-тонных котлах-коагуляторах, под ее чутким присмотром, из молока рождается нежный и полезный продукт. Мы руками ничего не делаем. Мы только можем наблюдать, смотреть, открывать люки. Все остальное делает компьютер. Мы задаем температуру. То есть технологический процесс идет. В сутки здесь производят от 12 до 14 тонн творога в различных модификациях и упаковках. Лодочки, брикеты и хит-продаж, пакеты по 400 грамм. Плюс сметана, молоко и коктейли. Ассортимент порядка трех десятков наименований. Ежедневно тут перерабатывается до 170 тонн сырья. Но главное не объемы и количество. На первом месте качество. Ставка на натуральность. Особая гордость предприятия – 10-процентные сливки. Даже после термической обработки сохраняются все полезные вещества в продукте. Поскольку розлив производится в стерильных условиях, сливки могут храниться до 4 месяцев. Вкус порадует даже самого обрискательного гурмана. В 2015-м на заводе прошла масштабная модернизация. В оборудование вложили свыше 36 миллионов евро. Но на этом не останавливаются. В ближайших планах установка линии «Эколайн» для производства коктейлей в кувшинах. Также собираются удивить покупателей новинками. Выпустить не молоко на основе растительных компонентов и еврейский домашний сыр «Коттедж». В общем, идут в ногу со временем. Сравнивая 2020 год с 2021, можно отметить, что у нас положительная динамика по всем производственным показателям получилась. То есть переработку молока мы увеличили до 108%. Также увеличилось производство цельномолочной продукции до 112%. На днях бобруйские молочники привезли награды с международной выставки «Продэкспо-2022». За вклад в развитие пищевой промышленности отмечен почетной медалью директор завода Сергей Козлов. Два золота завоевали 10% сливки и 6% ультрапастеризованное молоко. Это как раз тот случай, когда по поводу белорусского вкуса действительно не спорят. Татьяна Горбыч, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.